Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Если вы вдруг новенький, то меня зовут Аля. И в сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться, кем может работать выпуск книг факультета истории искусства. Если вы вдруг не знаете, то я имею диплом университета Сорбоны, бакалавра истории искусства и по совместительству археологии, потому что во Франции и в целом Европе часто эти факультеты идут вместе. Несмотря на то, что в Америке, например, археологию все-таки чаще преподают совместно с антропологией. В Европе здесь у нас археология часто идёт с искусствоведением, тем не менее, например, в Сорбоне я могла особо не выбирать предметы по археологии, у меня была только доколумбийская археология, а так в целом, несмотря на то, что это слово есть в моем дипломе, я все-таки считаю себя искусствоведом, но никак не археологом. И так у меня очень часто спрашивают, кем же можно работать потом по специальности. Многих пугает тот факт, что вокруг все говорят, ну и кем же ты будешь работать с таким-то дипломом, продавать билетики в музее или что. Я такое тоже не раз слышала, свой адрес, но хочу сегодня разведить и миф, на самом деле это не так, и рассказать вам сегодня вкратце о том, кем можно работать с дипломом искусствоведа. И так логично, что первым в списке будет работа в музее, но многие на самом деле не до конца понимают, какую огромную работу проделывает музей, чтобы выпустить ту или иную выставку. Над одной выставкой, если она временная или не временная, неважно, над ней могут работать сотни человек. Во-первых, придумать, как все будет расставлено, где какая картина будет висеть, напротив чего она будет висеть, какие будут цвета стен, какое будет освещение. Очень большую роль в выставках играет именно освещение. Точно так же написание всех буклетов, написание описаний для выставки. Очень много текста пишется к каждой выставке. Точно так же, например, создание афиш, какое-то, возможно, продвижение этой выставки. Конечно, здесь уже можно не иметь, возможно, диплом искусствоведа. Тем не менее, конечно, я думаю, что предпочтут скорее искусствоведа плюс маркетолога для такой работы, нежели просто маркетолога, который ничего не знает об искусстве. Поэтому в первую очередь это, конечно, работа в музее. Но на самом деле работа в музее намного увлекательнее, намного интереснее зачастую, чем она кажется. Но так же я хочу сказать, чтобы вы понимали, для большинства работ, особенно если вы хотите это делать во Франции, вам как минимум надо сделать магистратуру со специализацией. И конкретно уже с магистратурой вы будете смотреть, куда вы дальше хотите пойти работать. Например, вторая работа могла быть работа в аукционном доме. Купли-продажи картин, организация этих же аукционов, смотреть, что мы принимаем на аукцион, что мы не принимаем на аукцион. Аукционные дома — это большая организация, в которых работает много-много людей, каждый за что-то отвечает. Но чаще всего для того, чтобы работать в аукционном доме, во Франции есть частные школы, которые подготавливают к работе в аукционных домах, потому что здесь уже надо знать рынок искусства, надо понимать организацию этих аукционов, как это все организовано с юридической точки зрения, с финансовой точки зрения. Вот это тоже, кстати говоря, очень-очень интересно. Третий вариант, кем бы вы могли бы работать, можно сказать антикварум, мне кажется, да, это называется так. Человек, который может оценить ту или иную работу, сколько она может стоить. В первую очередь это могут быть старинные предметы, это могут быть картины, там, например, эпохи Возрождения, или, например, к вам приходит человек, который говорит, вот у меня на чердаке завалялась картина, вроде бы как ее дедушка где-то купил, или там дедушке даже досталось в наследство, она там не подписана, например, но мне кажется, что она дорого стоит. Вы приходите к такому человеку, и он начинает расследование, сколько картин это может стоить, когда примерно она была написана, делает всякие анализы, списывается с какими-то музеями, галереями. Если, например, эта картина предположительно какого-то известного художника, то можно, например, по холсту сзади или по каким-то надписям сравнить и понять, из какой коллекции эта картина была. Исходя из этого, оценить картину в то, сколько она может стоить. То же самое может касаться современного искусства. Профессионалы, которые специализируются на современном искусстве и работают с современными художниками, которые, возможно, все еще живы на данный момент и пишут свои работы, это другая сторона той же самой специальности, потому что здесь работа уже протекает немножко по-другому. Также это может быть работа в государственных органах. Например, многие после нашего факультета дальше шли на магистратуру, которая называется patrimoine, и работают в Министерстве культуры. Решается, например, какие бюджеты будут выделяться, на какие выставки. Тут уже, я думаю, вы можете почитать в интернете, чем занимается Министерство культуры. У них очень широкий спектр того, чего они делают. И другой вариант — это работа в центрах сохранения культурного наследия. Во Франции таких аж несколько. Это организации, которые занимаются, ну, я думаю, понятно из названия, сохранением культурного наследия. Тут уже речь может идти не только об изобразительном искусстве, это также здания могут быть. Также, например, есть организации, как раз я когда писала работу по разграблению нацистами культурного наследия во Франции, есть организации, которые, например, занимаются возвращением объектов их семьям. То есть, например, во время Второй мировой войны картина была похищена или без вести просто пропала. Неизвестно, в каком направлении. И потом, например, какие-нибудь правнуки этих людей, они приходят в такой центр и говорят, вот, у меня есть доказательства, что эта картина принадлежала нашей семье. Вот фотографии, вот какие-то там, например, письма. Хочу ее вернуть. В этой работе будет много таких детективных моментов, потому что это своего рода расследование. А действительно ли эта картина принадлежала вашему прадедушке или, возможно, это какой-то самозванец. И в целом находить картины часто бывало такое, что, например, после Второй мировой войны картина считалась без вести утерянной, а потом какой-нибудь музей выставляет ее у себя в перманентной коллекции. И тут начинаются юридические разборки. Как так? Вроде бы картина была наша, она пропала, и теперь вдруг вы говорите, что она у вас. И тут тоже, конечно же, важна работа искусствоведа. Хотя здесь больше юридический момент, хотя вы также можете закончить два образования получить. Вы можете закончить на искусствоведа, можете получить диплом юриста и заниматься юридическими вопросами в сфере искусства. Также вы можете работать в сфере реставрации. Если вы также обладаете навыками художника, умеете рисовать и знаете историю искусства, то вы можете пойти на специализацию по реставрации и реставрировать картины, например, Леонардо да Винчи или Микеланджело, и настолько близко соприкасаться с искусством того времени и способствовать тому, чтобы люди-современники наши в музеях видели не потемневшие темные картины, а красивые картины примерно такие, какими их видели люди того времени. Люди, которые реставрируют картины, вносят огромный вклад в наше современное общество, потому что на самом деле большинство картин, если бы не реставраторы, во-первых, они могли бы и вовсе не сохраниться, а во-вторых, как минимум, они бы не выглядели так презентабельно, как многие из них выглядят сегодня. А многие из этих картин мы, возможно, с вами вообще бы не увидели, потому что реставраторы существовали на протяжении нескольких веков, и картины, которые, например, были разрушены вследствие чего-то, реставраторы потом по картинкам, по записям дописывали практически с нуля эти картины. Что касается галерей, конечно, можно работать в галерее, можно быть галеристом, можно иметь свои галереи, конечно, это требует больших денежных вложений, тем не менее, это тоже интересная работа, вы можете выбирать, кто будет представлен в вашей галерее, выбирать тематику галереи, тоже очень сложная, трудоемкая работа, вот, но галерей, например, во Франции очень-очень много, и каждая из них по-своему развивается, каждая из них специализируется на чем-то своем, и всем хватает места, несмотря на то, что действительно галерей в Париже очень-очень много. Это также в сфере, скорее, продажи и частных выставок картин. Еще есть такая специальность, как частный советник, частный помощник для коллекционеров. В наше время очень много обеспеченных людей, которые вкладывают свои деньги именно в изобразительное искусство и создают свои коллекции. Так вот, такие люди чаще всего не сами выбирают картины, которые им нравятся или не нравятся, они имеют советника, искусствоведа, того, кто разбирается в рынке, понимает, сколько картина будет стоить, предположительно, через 5 лет или через 10 лет, и помогают таким людям составлять их коллекции. У такого человека может быть, как и несколько коллекционеров, которым они помогают, также это может быть и один человек, которому вы просто помогаете составлять коллекцию. На самом деле, вариантов работы по искусствоведению очень много, так как в целом искусствоведение — это очень широкая специальность, по крайней мере, во Франции у нас была и философия, и география, и все-всего, все-все-все, на факультете всего по чуть-чуть. И, в принципе, когда вы идете на магистратуру, у вас довольно большой спектр того, что вы можете выбрать, потому что образование, база такая дается очень-очень широкое. Поэтому часто люди из искусствоведения, например, переходят в сферу кино или в сферу философии, или, например, в сферу журналистики. Очень много во Франции, по крайней мере, я из своего опыта исхожу, очень много журналов классных, которые пишут об искусстве. И также это все, конечно же, написано не просто журналистами, а журналистами-искусствоведами. Много всего интересного. И я, знаете, самое главное хочу сказать, что я верю, я верю, что чем бы человек ни занимался, если он очень это любит, если в его глазах искры, если он испытывает страсть к этому делу, он всегда найдет, как заработать на этом деньги. И при выборе факультета, при выборе профессии, пожалуйста, не руководствуйтесь деньгами, не руководствуйтесь тем, какие миллионы вы будете зарабатывать, руководствуйтесь своим желанием. Потому что тогда вы будете счастливы. А счастливый человек, я считаю, может заработать намного больше, чем человек несчастный. Поэтому не слушайте всех вокруг. Если у вас страсть к искусству, то спокойно идите на факультет искусствоведения. А если он вам вдруг не понравится, то вы всегда можете перевестись на другой факультет. Если вас интересует, кем работаю я, так как я совместительствую видеоблогер и искусствовед, недавно мы с моим партнером организовали онлайн-курсы по истории искусства, поэтому я оставляю ссылку на наш сайт внизу. На данный момент у нас доступно два курса — это «Как понимать искусство» и «Живопись в эпоху Возрождения». Мы очень над ними стараемся. Наш курс состоит из большого-большого PDF-файла, где-то на 30 страниц и видео лекций. В каждом курсе на данный момент в обоих у нас по 5 лекций, примерно по 40-50 минут. Это очень большой объем информации, так что также мы все дополняем текстовыми источниками. Поэтому, если вам вдруг интересно, переходите по ссылке. Также в наших курсах есть инстаграм, куда мы также периодически постим что-то об искусстве, какие-то интересные факты, проводим там прямые эфиры. Я надеюсь, что это видео вам было хотя бы чем-то полезно, и я как-то открыла занавес того, чем же занимаются искусствоведы на самом деле. Конечно, на первых этапах искусствоведы могут продавать и билетики в музее, и быть просто элементарным смотрителем в музее, но каждый с чего-то начинает. Это такая сфера, в которой ты, мне кажется, никогда не знаешь, где можешь в итоге оказаться, и где может пригодиться твои знания об истории искусства. Кстати, я не сказала, что искусствовед может преподавать, потому что в наше время существует много людей, которые совсем ничего не знают об искусстве, но при этом очень хотят в этом разбираться. И, по крайней мере, на русскоязычном пространстве я замечаю, что большинство книг, которые встречаются в магазинах, они очень нудные, неинтересные, они или слишком поверхностные, или они слишком глубокие, непредназначные для любителей. И, конечно же, можно преподавать. Можно преподавать как и в университетах, если вы, например, сделали свою докторскую и готовы быть профессором. Вы можете преподавать в школе предмет культурологию, и также вы можете организовать свою компанию и делать лекции об искусстве, что и сделала я. Надеюсь, это видео было вам интересно. Если это так, то поставьте мне, пожалуйста, палец вверх, я буду очень благодарна. Подписывайтесь на мой канал, и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok